Добрый день! Вот и пришло время юбилейного анбоксинга, его номер 300, и по традиции здесь должно быть что-то крупное. На превью вы могли заметить противопоставление двух Питаминксов, но мы этим не ограничимся, а сравним две линейки крупных ДДК-идров от Санксо и МФ-8. Распакуем мы только Питаминкс от Санксо, к этому сразу и приступим. Вот такой вот чемоданчик, на нем написано Питаминкс Куб, нарисована сама головоломка, штрих-код, что-то еще. Сделано в Китае, да, все хорошие головоломки китайские, и здесь на обратной стороне можно найти, наверное, где-то код товара, если он кому-то интересен, а так здесь много китайских символов. Давайте открывать. Ручка удобная, можно переносить. В этом чемоданчике у меня Питаминкс хранился несколько месяцев. Открываем. И вот он. Большой, красивый и приятный. Питаминкс это девятислойный Мегаминкс. Посмотрим на комплектацию. Вот такой вот крупный, тяжелый. Он был запакован в эту пленочку. Зачем-то я сохранил. Также здесь есть второй экземпляр наклеек. И еще какая-то такая карточка. Если кто-то в курсе, напишите, для чего она нужна. Здесь все по-китайски, а здесь символы и английские слова. Но смысла в них я что-то не нашел. Такая вот подставочка и больше ничего нет. Комплект наклеек мне пока не пригодился. Но я сделал всего лишь одну сборку на этой головоломке. Подобный же чемоданчик был у 17х17. Подозреваю, что у 19х19 от НКСО что-то похоже. Вот получается два Питаминкса, которые заявлены были в названии. И мы постепенно до них дойдем. Понятно, что линейка додекаэдров с НКСО, которая представлена у меня сейчас на столе, она неполная. Не хватает здесь двух экземпляров. Но давайте поподробнее. И сначала. Классический Мегаминкс. Это трехслойный додекаэдр. В моей коллекции есть несколько моделей от Сэнксо. Но наибольшую любовь снискала вот эта. Сэнксо Первый. Тогда еще он назывался Шэнкшоу. Это немагнитный Мегаминкс. Топовый для своего времени. Я на нем открутил более трех тысяч сборок. И пусть время, конечно, было сильно больше, чем у меня сейчас. Но именно на этом Мегаминксе я заработал свои первые медали. На соревнованиях по спидкубингу. Мегаминкса от МФ-8 у меня нет. Но я вам сразу скажу, что он сильно хуже. И эта компания давно не обновляла скоростные свои головоломки. У Сэнксо вышло несколько бюджетных моделей. В том числе с магнитными. Но они для меня не стали конкурентами для топовых моделей. Ну, я храню этот Мегаминкс. И всегда тепло его вспоминаю. Отвечемся еще на версию 2х2. Тоже от Сэнксо. У МФ-8 такого ДДК ядра нет. Когда-то это был единственный достойный вариант Мегаминкса 2х2. Он для скоростной сборки. Киламинкс. Но сейчас уже есть версии от Мою. Милонг Кибиминкс. Версия от Чи. И там уже можно поспорить, где что лучше. Сегодня же речь о больших ДДК. Поэтому эти мы откладываем в сторонку. И большими мы начинаем называть ДДК. С размерностью 4х4. Версия от МФ-8. Версия от Сэнксо. Для нетерпеливых я сразу резюмирую вывод, что если вы выбираете крупный ДДК, то можно рассматривать только одну фирму. Это Сэнксо. Начиная с 4х4 и выше до самого Экзаминкса. Но в далеком 2015 году, когда я только начинал собирать свою коллекцию, альтернативой для МФ-8 была уже тогда труднодоступная модель от Кубфаю. Эта фирма вроде бы выпускала и Мастер Киламинкс, и еще Гигаминкс, которые были отвратительного качества и мало на что годились. Так что вот эти вот модели от МФ-8 считались хорошими и были совсем недешевые. Они сейчас стоят дорого, но тогда конкурентов не было и цены были задраны. Мастер Киламинкс. Я буду использовать традиционное наименование больших додекаэдров без вот этих Киби Минксов и прочего. Мастер Киламинкс или Мегаминкс 4х4. Собирать теоретически можно и на том и другом. По-моему от МФ-8 даже была версия цветного пластика. Мы можем посмотреть и сразу увидеть особенности конструкции. Версия от Сэнксо сделана так, что она в руках не разваливается. Здесь есть бесцветный центр, бесцветные ребра. По сути это версия 5х5, где есть наклейки только на элементах 4х4. А ТМФ-8 это же честный 4х4 с соответствующим строением. И дело в том, что вот эти центральные элементы очень слабо закреплены к основному механизму. И половину сборки вы тратите время на то, что поднимаете выпавшие центры и вставляете их обратно. Даже сейчас, когда я собирал все эти модели, я сделал пару поворотов и центр выпал. Пришлось искать его на полу и собирать. Вот мы можем увидеть, наверное, винтик. Вот там внутри, возможно, это будет видно на камере. Здесь же у Сэнксо крышечка. И винтик скрывается под ней. Вот это революционное строение позволило делать четные додекаэдры быстрыми и пригодными для скоростной сборки. Чем я какое-то время и увлекался. Но я достигал там времени 8-10 минут. Точно уже не помню. Было давно. Надо как-нибудь к этой затеи вернуться. Я даже разрабатывал какие-то свои скоростные методы, основанные на методе Яо для 4х4 кубика. В общем и целом, версия Атома 8 ну, вроде даже вращается. Хотя и заедает, лакапит и прочее. И если бы не постоянно вылетающие центры, можно было бы нормально собирать. Но центры вылетают, что с ними и не делай. Возможно, существуют какие-то доработки, которые позволяют это нивелировать. Но я их не знаю, да уже и ни к чему. Есть версия от Сэнксо. Она идеальна. То, что ей можно было добавить, это цветной пластик и магниты. Но когда-нибудь до этого компания Сэнксо тоже доберется. По размеру они примерно одинаковые. По весу, наверное, Сэнксо чуть потяжелее. Но вряд ли это имеет какое-то значение. Переходим дальше. Версии 5х5. Их называют Гигаминкс. Сэнксо МФ8. Здесь уже строение более традиционное. Из цветного пластика Гигаминкс МФ8 я не встречал. Если кто-то видел, напишите в комментариях. Сэнксо только в черном пластике пока выпускается. По крайней мере, на момент записи видео. Что можно сказать об этих головоломках? Да, строение у них примерно одинаковое. В нечетных додекайдерах нет никакой революционной системы, как в четных у компании Сэнксо. Но дело в чем. Вот вращение Сэнксо. Хорошее, отличное вращение. Такое оно практически сразу из коробки. Вот вращение Гигаминкса от МФ8. Мне кажется, что вращается отлично. Но на этом Гигаминксе сделано, не знаю сколько, но определенное количество сборок. Если же взять его сразу из коробки, то он настолько тугой, что вращать его очень тяжело. Пока сделаешь одну сборку, пальцы устанут. Он очень тугой. Не пугайтесь, это разрабатывается. Со временем. Но сейчас смысла выбирать МФ8 при наличии Сэнксо нет никакого. Собирать можно и тем и тем. Но Сэнксо и дешевле, и лучше, и вращается отлично. Я как-нибудь опять вернусь к своим сборкам на скорость. Когда я это тренировал, было время что-то около 20 минут. Можно, конечно, лучше. Собирать интересно. Элементов не так много, как кажется. Головомка отличная. Ну а МФ8. Собирать можно, но покупать не нужно. Если он вам каким-то образом достался бесплатно, то крутите, собирайте, со временем начнет вращаться лучше. Кто это и на нем быстро собирал. Но если вы выбираете, какой же взять, то естественно Сэнксо тут думать нечего. Насколько я помню, единственным недостатком Гигаминкса от Сэнксо, это было отсутствие запасного комплекта наклеек. Но, на удивление, ни одна наклейка от после множества сборок не пострадала. Возможно, этот Минкс не такой большой. А может быть, мне просто не повезло, и кто-то забыл доложить в коробку наклейки. По-моему, на Мастер Кила Минкс и на остальных моделях запасные наклейки были. По размеру Сэнксо кажется чуть больше и чуть тяжелее. Но не настолько сильно, чтобы это выделялось. Наклейки более широкие, заполняют большую часть детали. Возможно, из-за этого какой-то обман зрения и происходит. Ну, на Гигаминксе от МФ8 можем заметить не очень ровно кое-где наклеенные стикеры, но не смертельно. В защиту этого Гигаминкса можно сказать, что ни один стикер также не пострадал. Хотя сборка на нем, ну, по крайней мере, больше двух точно сделана. Сколько точно, не помню. Движемся дальше. От версии 5х5 переходим к версии 6х6. Прозвали ее Элитный Кила Минкс и конкурента у МФ8 нет. Здесь мы видим такое же строение, как на 4х4. Это вот фиктивный бесцветный центр. И три слоя стальных элементов. Потрясающе вращается эта головоломка. Да, здесь есть такие же паритеты, как на версии 4х4. Ну, Пилл паритет. Олл на додекаэдрах отсутствует. Сравнивать, конечно, не с чем, но вращение просто шикарное. Я помню, с первой сборки я вращал и наслаждался. Очень хорошо все сделано. А если еще и смазать? Я помню, я даже ни разу не смазывал. Ну, напомню, что головоломки от Сэнксо часто приходили, по крайней мере, раньше, очень сильно залитые смазкой. И смазывать их точно не требовалось. Отличное изделие Элитный Киламинкс или Мегаминкс 6х6. Конкурентов нет, есть только у Сэнксо. Цветного пластика тоже не видел. Очень рекомендую, если вы любите большие додекаэдры. Версии 7х7. Или Тераминкс. Здесь мы уже видим более явное отличие в размерах. И что самое главное, отличие в форме. Тераминкс от МФ-8 округлый. От Сэнксо. С плоскими гранями. И более острыми ребрами. Из-за чего МФ-8 смотрится крупнее. А при сборке на версии от Сэнксо кажется, что особенно в левую руку ребро слишком острое врезается. Ну, если собирать на столе, возможно, такого эффекта не будет. Но я часто собирал на весу. Даже собирал Тераминкс на скорость. Причем и этот, и этот, естественно, быстрее получилось на версии от Сэнксо. Но что-то в районе часа было. Надо попробовать еще. Много лет назад я говорил людям, которые спрашивали, что же сложного в головоломке Тераминкс. Поскольку тогда у меня в руках была только версия от МФ-8. Я шутил, что самое сложное здесь отличить фиолетовый цвет от розового. Если мы их как-то поближе здесь поднесем, то видно, что они очень мало различаются. Даже еще поближе. Это фиолетовый, а вот это розовый. И если это где-то в хаосе перемешанной головоломки выискивать, то действительно расцветка неудачная. Возможно, в более поздних партиях цвета поменяли. На Гигаминксе такой проблемы не было. Если мы посмотрим. Розовый. Фиолетовый. Фиолетовый здесь был более темный. Именно же на Тераминксе такую проблему зачем-то сделали. Привыкнуть к этому сложно. И в сборке это, естественно, мешает. Приходилось делать как-то так, что в удобные моменты собирался один цвет, а потом уже из оставшегося собирался другой. Был такой. Меня очень много раз один из моих подписчиков спрашивал, как же вращается мой Тераминкс МФ-8. Вот так вращается. Очень даже неплохо, я бы сказал. Да, это было далеко не сразу. Я его собирал много раз. И поначалу он крутился плохо. Не так плохо, возможно, как Гигаминкс из коробки, который был просто тугой. Тераминкс он очень сильно заедал. Я с ним ничего не делал, кроме того, что просто собирал. Возможно, смазал. Это я уже сейчас не вспомнил. И сейчас он вращается достойно. То есть, без особых каких-то там усилий, не крутя болты, не подпиливая детальки, можно добиться от этого Тераминкса достойного вращения. Такой вот громкий он достаточно. Но собирать можно. На тонких слоях расхлябанный. Возможно, он уже стал расхлябанным. Как это было изначально, уже тяжело вспомнить. Главоломка у меня много лет. Сейчас доделываю шестой пиф-паф. Но ни разу он у меня не рассыпался. Наклейки все целые. Неприятно. Вот кое-где. То желтенький задирается. По-моему, так было изначально. Неприятно. Доставляю тут эти почти одинаковые цвета. Розовый и фиолетовый. А так, после определенного количества сборок, этим Тераминксом можно собирать даже на скорости. Но, естественно, если взять из коробки Тераминкс Сэнксо, первая же сборка у вас будет лучше, чем сборка на Тераминксе от МФ-8. Что не отрицает того, что на версии от МФ-8 можно собирать после притирки. Ну, а версия от Сэнксо вращается просто шикарно. Давайте на нем тоже сделаем пять пиф-пафов. Вы посмотрели, как это происходит. Я давно их не собирал. Поэтому изящность движений, возможно, не та. Но разница, я думаю, очевидная. Если потренироваться, конечно, можно Тераминкс собирать гораздо быстрее. Кто собирал на скорость, напишите свои лучшие результаты. Я, возможно, когда-нибудь постараюсь их побить. Ну, и сделаю отдельное видео со сборкой. Я знаю, что кто-то собирал Тераминкс на скорости. И сейчас бы очень хотелось после Тераминксов... Ну, естественно, выбирать нужно Сэнксо, да? Я думаю, догадались. После Тераминксов было бы хорошо сюда поставить Мегаминкс 8х8. Я его очень хотел купить, но он стоит так дорого. Ровно так же, как и Петаминкс 9х9. Я его называю Петаминкс 8х8 или Роял Келаминкс. Могу ошибаться. Но я называю его Петаминкс 8х8 или Мегаминкс 8х8. Так что, к сожалению, мы версию 8х8 пропустим. И перейдем сразу к версии 9х9. Под которой я и выстроил этот кадр, чтобы они оба помещались. Размеры примерно одинаковы. Потяжелее, конечно, будет Сэнксо. МФ8 полегче. МФ8 округлый. Сэнксо такой же с плоскими гранями, как и Тераминкс. И, естественно, Сэнксо лучше. В связи с конкуренцией, выходом более крупной модели сейчас стоимость этих Петаминксов в районе 15 тысяч. Где-то они даже одинаково, где-то сравнялись. Но выбирать из них надо, естественно, Сэнксо. По крайней мере, из-за того, что здесь приятная цветовая гамма, как и на всей серии, модели хорошо крутятся. Возможно, уже цена и не дешевле, но на момент выхода Сэнксо был дешевле, чем МФ8. Сейчас я вообще не уверен, что МФ8 можно купить. Но что можно сказать в пользу Петаминкса МФ8? Это, наверное, единственный додекаэдер от этого бренда, который изначально крутился неплохо. Даже приятно. Если судить объективно, даже сейчас на нем можно собирать. Он округлый, не режет руки, легкий. Можно собирать на весу, хотя это редко кто делает. И единственная проблема, это то, что вот эти вот маленькие наклеечки на ребрах очень непрактичны. Где-то они вот так вот задираются очень сильно, как вот эта фиолетовая. А какие-то у меня одна, кажется, потерялась. У меня есть стикеры, из которых можно это вырезать. Но я почему-то делать этого не стал. И вот когда у меня то ли ехал, то ли уже приехал Петамикс от Сенксу, я, естественно, перемешал, чтобы вспомнить свои ощущения от версии МФ8 и одной наклеечки. Я тут не досчитывался. Вот, голубенькой. Ну, поскольку ее не было только одной, легко было вычислить, какой именно и просто без нее выполнить сборку до конца. Я понимаю, что я, наверное, один из тех немногих людей, кто владеет двумя моделями Петамиксов. И многие напишут, куда я потратил столько денег и зачем я это сделал. Можно было купить себе новый телефон или что-то еще, учитывая их стоимость. Но, скажу прямо, оба они мне достались недорого. Этот вообще, наверное, за тысячу рублей достался, учитывая, что мне его прислали из Китая разбитый в дребезги. У него была сломана крестовина. Мне предложили какую-то мелкую скидку, выслать новую крестовину и радостно собирать вот эти детальки. На что я отказался, вернул 90% денег, потери около 1000 рублей. И составляли, склеил крестовину и собрал механические. Учитывая, что я тогда был еще не очень опытный коллекционер. Это была для меня очень трудная задача, но я с ней справился. Жена мне морально и физически помогала, особенно на последнем этапе. И с тех пор на этом Петамиксе сделано много сборок. Я даже собирал его на скорость и когда-то мой результат был вторым в мире. Ну, это я после сборки уже узнал, что он второй в мире. Пока я собирал, да я думал, что он будет первым. Но пока я там собирался, кто-то сделал сборку быстрее. Но позже, да, сборка была в районе 4 часов. Уж не помню, то ли на 10-20 минут меньше, то ли чуть больше. Где-то так. На видео я тогда не снимал и очень хотелось бы это сделать. Все никак не собирался, но позже я узнал, что Джереми Смит тоже купил Петамикс. И многократно улучшил все возможные мировые рекорды. И тягаться с ним уже не представляется возможным. Там что-то чуть ли не меньше часа его времени по сравнению с моими четырьмя. Есть сборки на ютубе, там часов за 8 и больше. Но это люди не очень эффективно собирают. А так, даже на этой модели можно собирать быстро. И версия от MF8 действительно неплохая. Если не считать вот этих мелких стикеров, которые отваливаются. Я сейчас не знаю, поставляет ли с новыми Петамиксами MF8 запасной комплект стикеров. Но с моим его не было. Так что с наклеечками надо поаккуратней. Ну и версия от Sengso. Он тоже мне достался не за 15 тысяч, а сильно дешевле. За полную цену я вряд ли стал бы его покупать. Я купил бы лучше версию 8 на 8, учитывая, что Петамикс обычно это у меня есть. Но скидка была так хороша, почти в два раза. Так что вот он, Петамикс от Sengso. И чем он хорош? Тем, что он просто замечательный, отличный Петамикс. Он вращается тихо. Напомню, что MF8 такой хрустящий, особенно Трамикс. Гигамиксом просто трудно похрустеть. Он тоже хрустит как следует. А мастер Киламиксом похрустеть не буду, чтобы потом центр не собирать. Вижу, все шершавенько, тихо, отлично, приятно. Я сделал на нем всего лишь одну сборку, так как это занятие не быстрое, и то с перерывами. И что скажу, Петамикс отличный. Естественно, он лучше, чем версия от MF8. Единственным недостатком можно было бы считать, что он на весу потяжелее. И ребро при выполнении алгоритмов вот это будет резать левую руку. Но если собирать на столе, как будет делать большинство, то недостатков просто нет. Что сразу можно отметить. Вот это вот среднее ребро, с которым проблемы у версии от MF8. Здесь более крупные, и наклейки покрепче. И никаких проблем со стикерами не возникло. Естественно, только вот этот мелкий брачок, который был изначально. Чуть-чуть оторван наклеечка. Но есть комплект запасных. Ни одна не оторвалась. Будем собирать дальше. И собирать будем с удовольствием. Очень, конечно, хочется добавить всю мою коллекцию больших додекаэдров версией 8х8. Но еще больше хочется добавить сюда Examix. Это Megamix 11х11. Его очень долго обещала выпустить компания MF8. Ну, как обещал, появлялись различные картинки. И на коробочках где-то он был нарисован. Но этого так и не свершилось. Да и ждать, наверное, не стоит. Так он будет заведомо хуже, чем имеющаяся версия от Sengso. Полагаю, что она недалеко ушла по качеству от версии 9х9. Да, слоев больше, но смысл тот же. Да и цветной пластик исключает всякую мороку с наклейками. Так что когда-нибудь мы и до него доберемся. Но стоит он, конечно, совсем неразумных денег. Резюмируя, какая же линейка больших додекаэдров лучше? Sengso или MF8? Конечно, Sengso. Любой додекаэдр, начиная с 4х4 до 11х11, ну, версии 10х10 пока нет, можно выбрать Sengso. MF8 сейчас уже не актуальный. Версию 4х4 не рекомендую ни за какие деньги. Версию 5х5, если досталось бесплатно, можно погрутить. Версия Taramings 7х7. Если уж Sengso как-то не срослось, можно довести до ума, и он будет вращаться. А довести можно только сборками и смазкой. Ничего крутить, подрезать не нужно. Понятно, 6х6, 8х8 тут и выбора нет. Ну и 9х9, если очень дешево вам где-то попадается MF8, можно брать, на нем можно собирать, просто по аккуратней с наклейками. Если вы же будете покупать новый, естественно, Vitamings Sengso. Тут конкурировать сложно. Ну и 11х11 у меня его нет, но там конкурентов тоже нет. Sengso, молодцы. И чемоданчик красивый. В этом противопоставлении, естественно, побеждает фирма Sengso, ранее называвшаяся Sengso. Это не новость, но просто у меня есть опыт вращения больших додекайдеров от каждой фирмы. И вот вам небольшие выводы. На анбоксинг Томмер 400 у меня есть 3 кандидата. Кто же это будет, я пока не знаю. Все дорогие. Посмотрим. Время пока есть. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok